Ситуация такова, что сейчас действительно уже нет времени никому из нас сидеть и ждать в море погоды. В частности, пока есть возможность, Нина, начнет отвечать на вопросы. С вчерашнего дня выставлена статья новая «Налог на недвижимость. Рабство для народа». Я излагаю свои понятия того, к чему это приведет, потому что с 2011 года планируется ввести налог на недвижимость по рыночной стоимости от ОНИ. За 1% рыночной стоимости недвижимости каждый год. Это приведет к полному рабству всех и вся. Потому что большинство работающих не смогут это осилить, и они окажутся безжаляя и в полном рабстве. Вот что означает налог на недвижимость. Потому что многие люди, опять-таки, им бросаются фразы, которые стоят, какие-то понятия, которые многие сложно осмыслить, потому что они не знакомы с представлением и понятиями. А если это расписать простым языком, что на самом деле означает то или иное положение и так далее, то становится предельно ясно, что налог на недвижимость в любой форме, ну, во-первых, антиконституционность, согласно статье 35 Российской Федерации. Потому что если вы платите за то, что является частной собственностью, значит, это не ваша частная собственность, правильно? Понятие частной собственности, значит, я владею. Значит, кроме меня никому не принадлежит, правильно? Вот я купил бутылку воды примерно, но это не я купил, но в данном случае для образа. Я ее купил, заплатил денег за нее. Значит, уже никто не может прийти и сказать, что ты выпил воду, заплати за нее еще. Вот абсурдно звучит, да? Ну, а почему же? Какой же абсурд? Ну, это норма, да? Ну, вот, и каждый год платил, за каждую эту бутылочку выпил, да? И каждый год вы платите 1% стоимостью бутылочки. Сколько воды там заплатили? Вы смеетесь, да? А это и есть тот же самый закон о недвижимости. Потому что если вы заплатили все, например, вот я привожу в статье, чтобы средняя стоимость в Москве недвижимости порядка 400 тысяч долларов за квартиру, ну, средняя, так? Вот скажите, кто сможет в сидящей зале платить за такую квартиру, ну, 130 тысяч рублей в год, только налог на недвижимость, каждый год? Поднимите руки. Многие могут заплатить 100 тысяч дополнительно к тому, что вы платите сейчас? Ну, у кого, конечно, может, есть свои предприятия, так, ну, бизнес вот. Но если человек работает, если он получает зарплату, невозможно. Это равно все равно то же самое, опять-таки, вот купили бутылочку опять-таки воды, почему такой пример хороший получился, вы ее выпили или держите в руке, и он скажет, а вот ты держишь, вот купил бутылочку, вот плати сегодня, завтра, послезавтра, и до конца своей жизни. И твои дети будут платить до конца своей жизни. Вот что означает налог на недвижимость. Потому что если сейчас на собственность, вы купили это, заплатили то, что вы заработали своим горбом, заработали деньги, получили деньги, обменяли эквивалент своего труда на воду, эквивалентом чуть другого труда. И это стало ваше. Вы можете выпить это, вылить, выбросить и так далее. Это ваше право, потому что это принадлежит вам. А тут говорят, а вы за это должны платить. Дело в том, что, якобы, опять-таки, проецируют, вот, в демократических странах это существует. Ну, вот могу сказать, насчет других стран не знаю, но в Штатах я прожил, и, скорее всего, оттуда это и пошло. Вы знаете, каким образом появился, во-первых, в Штатах налог на индивидуальность тоже не конституционной, антиконституционной. А знаете, когда появился он? Очень просто. В свое время, ну, кто помнит, там, вот, фильмы, Дикий Запад и так далее, где там стреляли право на лево каждого, кто хотел, не хотел. Было такое время, и вот, часть людей, которые были более состоятельные, брали, скидывались денежки, ну, как кто мог, чтобы нанять частную охрану, типа, шерифов, слышали такую понятию, шериф, да? Вот, они нанимали шерифов и охрану, которая защищала их от бандитов. Вот, каждый из них сбрасывал, там, сколько много. Правительство увидело такое дело, не проводя через Сенат, не сделав законом, сделало это обязательным, не только кто хочет, а для всех, платить налог с недвижимостью, в казну штата, и вот якобы штат теперь будет вас защищать. Извините, а для чего государство существует, для того, чтобы не защищать, и так налоги платят? Так вот, этот налог, антиконституционный и в штатах, между прочим. Так вот, как я привел в статье, в штатах 90% населения живут в долг, и 70% населения никогда с этими долгами не рассчитаются. То есть, их дети получат, дети, кто умрет, получат долги своих родителей, и так далее, и так далее. 70% Вы хотите такого? Нет. И налог на недвижимость, по крайней мере, большая, так сказать, века для того, чтобы поработить народ. Поэтому, я это изложил в статье, и там уже создан специальный сайт, нет налогом, и где собирается голосование, уже в вчерашний день идет голосование. Поэтому, кто не хочет, чтобы превратиться в раба, и платить за бутылочку каждый раз, вновь и вновь, а раз выпитую воды, ну, образ такой. Так что, предлагаю противоставать, потому что, если действительно мы с вами все скажем нет, то, так сказать, тогда нет будет возможности этот закон провести. Потому что, государство должно собирать, но там, где есть прибыль. Вот, зарабатывать деньги на чем-то, да, действительно, государство имеет право получить свою долю в этом. И это все закономерно нормально. Но когда вы, заплатив все налоги, купили себе жилье, это, извините, никто не должен это брать. Иначе это не частное собственное, иначе это не принят вам, а принят кому? Государству. А если принят государству, то тогда не нужно платить всю стоимость, а мы будем платить 1% в год рыночной стоимости. И не нужно платить всю стоимость. Или так, или так? Если скажете, это частная собственность, должно быть как частная собственность. Если это государственная собственность, значит, как государственная, мы платим аренду. Вот так и так. Так что предлагаю вам присоединиться к акции против такого принятия такого закона. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова